Бирюкова Лариса Прокофьевна, помощник директора предприятия «Вейнон Бластер». Расскажите вот, да, о той самой варьковой земле. Что? Коса Элварда Григорьевна проработала в хозяйстве всю свою сознательную жизнь. И когда внедрено было гектарничество, то есть каждому виноградарю, садоводу было отведено определенное количество гектаров земли для того, чтобы они ухаживали полный цикл от начала до конца, обрезали, подвязывали, убирали урожай, вот все, что на винограде, как и в саду было положено. У Варвары Григорьевны была тоже определенная площадь, произрастали там яблони. Вот она ухаживала, обрезала, собирала урожай. И много лет на одном и том же участке, который и получил название «Валькина земля». Как далеко он находился? Находился он совсем близко, буквально в километре от центральной усадьбы Софьи Перовской. А вот расскажите, вот это яблони, да, это сад, а куда потом эти фрукты, что с ними делали? Значит, у нас было огромное фруктохранилище, оно построено по чешскому проекту. 3000 тонн фруктов загружали мы всегда, вот яблони, яблоки, груши продавали в свежем виде и закладывали на хранение. В течение осени, зимы, весны продавали уже потом уже с передержкой. Ну и, соответственно, она к этому свою руку привозила? Да, конечно, конечно. Варвара Григорьевна, она, в общем-то, знатный садовод, растеневод. О ней, можно сказать, у нее много наград. Вот, она пользовалась всегда уважением заслуженным и сейчас дали ей Бог здоровья. Она всегда с улыбкой и продолжает трудиться уже на своем личном хозяйстве. И вот Вы говорили о 80-х годах, о рекордах предприятий, да, какие-то были в это время? Да, конечно. Хозяйство было достаточно известно. Это был совхоззавод имени Софьи Перовской. Хозяйство создано было одним из первых в Крыму в 1920 году. И до сих пор вот работает, процветает. Мы сейчас расширяем площади, работаем над тем, чтобы увеличить сырьевую базу. Винозавод наш тоже расширяется. У нас уже полный цикл, не только первичное виноделие, как раньше, а уже и линия розлива, мы разливаем вина наши, и листы и прекрасные. Вот обо всем мы там и рассказываем вот в этом музее тем, кто достелся города. Что-то в 80-е годы, да, площади? Площади были самые большие, 1700 гектаров сельхозугодий, 1400 виноградников и 300 гектаров садоводов. Слово нашему замечательному Валерию Михайловичу. Это наш председатель совета ветеранов. Представлять его никому, наверное, уже из наших тут и не нужно. Он пришел к нам с очень почетной миссией. Не к нам, а, наверное, к Варваре Григорьевне, да? Вот, Валерий Михайлович. И он сейчас выполнит свою миссию очень почетную, важную. И мы его отпустим, потому что нужно идти в другое место, на другое мероприятие. Уважаемая Варвара Григорьевна, по ходатайству ветеранской организации авиационного гарнизона Бельбек перед Коммунистической партией Российской Федерацией разрешите вам от имени Пархоменко Василия Михайловича вручить медаль 75 лет освобождения Крыма и Севастополя. Пожелать вам крепкого здоровья, долголетия. Всего самого лучшего, пожалуйста. Вот, все, спасибо. Поздравляю. Спасибо. Я думаю, что на столетие Вашего юбилея мы вручим Вам более солидные медали. Здоровья Вам. Благодарю. Она проработала очень много лет на предприятии. Сейчас мы ее будем спрашивать, а она нам будет рассказывать о своей жизни. Но прежде всего мне хотелось бы сказать, почему этот человек сегодня у нас здесь. Любимовка – это вообще уникальная, удивительная земля, которая рождает и выращивает потом вот таких замечательных тружениц. Вот у нас есть альбом, который, фотоальбом, выпущен в Центральной городской библиотеке. И вот в этой книге, в этом альбоме, на странице, по-моему, 114 и 115, вот, есть фотографии. Варвара Григорьевна, Вы где здесь? Ой, я хорошо не вижу. Все такие красивые и не узнают себя. Вот Варвара Григорьевна, вот ее документы вошли в этот альбом. Варвара Григорьевна, какие ощущения, вот, видеть себя в книге? Ну, как сказать, хорошие. А как думаете, так и скажите тут все свои. Хорошие. Нормальные? Нормальные. Приятно? Да, хорошие. Всего 100 экземпляров выпущено вот в таких альбомах. Так как мы в библиотеке, у нас здесь, видите, все то, чем занималась Варвара Григорьевна, подтверждено книгами. Вот, например, работа Варвары Григорьевны «Вышивка». Слышевала, вот, вот эту потрясающую работу Варвары Григорьевна на подобной машинке. Да? Вот. Та машинка у Варвары Григорьевны, чтобы ей не нести такую тяжесть, не менее уникальная вещь появилась в нашей библиотеке. В период выставки она будет украшать благодаря Али Михайловне. Вот, да. Еле-еле вчера ее донесла. Очень тяжелая чугунная машинка. Вот, «Вышивание». Посмотрите, какая потрясающая книга 1956 года. Варвара Григорьевна, по таким книгам вы вышивали, да? Да. Знакомо? Знакомы рисунки, узоры, да? То есть, когда книг не было, а такие рисунки были. Листочки. А вы по ним вышивали, да? По листочкам, да? Вот, представляете, по листочкам вышить вот такую потрясающую работу. Вот, две подушки. Это тоже творчество Варвары Григорьевны. Вот, вышивка крестиком. У нас есть журналы «Здоровье», «Физкультура и спорт», «За рулем». Не просто потому, что они у нас есть в библиотеке. Вот, обратите внимание, диплом второго степени Совет коллектива физкультуры награждает Басую Варвару Григорьевну, занявшую второе место в личном зачете. Варвара Григорьевна, вы спортсменка? Нет. Как вы получили второе место? Что вы делали? Вы бегали? Прыгали? Не только бегала. Летала на лошадях. Без седла. Без седла. Я за рыбу держусь и пошел вперед. Теперь побрала. Вот, на лошадях. Это такие скачки были. Вот, в скачках. Летала на... Мы как знали, вот посмотрите, физкультура и спорт Ирина Анатольевна вынула из множества журналов именно вот с лошадью. Видите, как мы вас, оказывается, чувствуем? Спасибо. Вот. Потом журнал «За рулем». Вы руль держали в своих руках? Не держала, ездила. А вот на среде. Рассказать, как я в речку ездила? Да. Рассказать? Да. Будут смеляться. Ну, куда? Пусть смеются. Пригласил меня сын. Мама, поехали в речку по дровах. На мотоцикле. А я ездила хорошо на мотоцикле. С коляской. Нагрузили дров туда. Все, выезжаем с речки, а он мне говорит. Мама, ты ж потихоньку тормози, чтобы не сразу, а то полетим. А невестка и, значит, сын сели сзади. Один на сиденье, другой на дровах. Потихоньку, думали, я буду ехать. Так я как рванула с речки. А не в сторону, в речку. А я выскочила. Без дров. Ну, выскочила с мотоциклом. А потом, я же тебе говорила, не сильно надо газовать. А я сильно. Вот, а так ездили по дровам. И на машине, в москвиче, таком. Таком. Не так, как сейчас машины. Я таких не знаю. А москвича хорошо знаю. Ездила. Ну, так. Недалеко, то за хлебом. На мопеде ездила. Раз, поехала. Далеко было ездить в магазин. За хлебом. Хлеба, молока наберу. И пошел обратно. Вот такие. Много происшествий. А как вам рассказать, как я в школу ходила? Вы расскажите, я-то знаю, почему я смелюсь. Научите детей, как в школу надо ходить. Ну, 14, ну, 15-й год был. Это уже, нет, до войны еще. Мать, школа была 10 километров одна. А где она была? 10 километров. Девочки, мальчики, сумки, пирожков наберем, так еще что-нибудь. Идем в школу. Она надеется, что мы в школу пошли. А мы шли, уже скирды были. Ну, может быть, девочки, знаете. Слаживали скирды, пшеницу косят. Это все, и все слаживали на зиму. Ну, корову там, лошадей гормить. Мы дойдем до этих скирдов. Посели, носки с дуба вылазим все. Пошели под задницу. И пошел скирды все. Вот так мы учились. А потом отцу и маме присылались записки учителя, что ваши дети не ходят вот уже дней 5 или 6 в школу. Ну, как мы? Мы ходим. А мы не доходим. Не доходим. Здесь скирды катаемся. Пошел, еду поели и айда домой. Уже до школы вышли. Со скирды вышли. А то такие девочки. Школа далекая была. Варвара Григорьевна сейчас бы со скирд каталась и на мопеде ездила, если бы был мопед. Потому что сегодня у Али. Сказать? Может? Я даже не могу. А чего? Уже все. Ты видишь, как я хожу? А знаете, почему, Горбата? Я вас никогда не видела без мешка на спине. Сегодня утром Варвара Григорьевна уже сбегала на дачу. До дачи полчаса идти, обратно полчаса идти. Покормила животных. Вот. Котов. Котов, котят. Сколько вам лет? Сколько вам лет, можно я скажу? Нет? Да. 92-й. Ого! Каждый день на даче. Сейчас мы с ребятами с телевидения после всех этих мероприятий еще заедем в музей, а потом поедем на дачу к Варваре Григорьевне. Она туда ходит каждый день. У нее, говорит, ни былиночки, ни сориночки. Она сама копает, почему здесь вот мы лопату, цапку поставили. Выращивает дыньки, помидоры. Все это складывает. Вот. Все-все, абсолютно все сама собирает. Дынь еще есть. Еще есть, да? Еще есть, да. Желтых три еще. Ну, уже едят эти, осы едят их. Значит, сладкие. Значит, сладкие. Было много. Ну, их дома никто не есть. Я-то соседям, а там часам зарежусь. Понятно. Вон, детвору приглашайте. Любите дынь. А вот у Варвары Григорьевны, кстати, инжир есть. Просто детвора говорят, ну, есть хотим. Угощайтесь. У вас не такие, Варвара Григорьевна? Не такой инжир или такой? Наша была голодная. Бери инжир. Берите. Мы работаем в шоке. Там, на заре. Нет, детство. Нет, детство. Маленькое когда было. А, собираю хлопок, девочки. Мы же, кто знает хлопок, как он растет, да? А где от мы собираем? Каждому нам кто-то... Мара Григорьевна, я специально принесла коробочку с хлопком, да? Да, коробочку с хлопком, да? Да, коробочку с хлопком, когда мороз. Она расслускается вот так вот. Это первый сорт. Второй сорт немножко больше высадится. Третий, четвертый. И пятый, и самая коробочка. Работали зимою. Мама квартухи нам портила. И вот так и работали мы. Холодно зимою. Ну, а зимою только его можно и собирать. Летом никто не собирает его. А где же вы растите? Мороз, сильный мороз. Тогда он, пирсом каилет. Работала я на гектарах. Почему вот до сих пор люди говорят, вот там Варькина земля. Вот это, между прочим, Варвара Степановна, вот Варькина земля. У нее прям целая земля. Я работала, девочки, три гектара молодого сада. Пять гектар молодого, пять старого, где в рожай дают уже синий, там было три гектара. Я работала. Зимой обрезала, растяжки делала, все я делала, поливала ботиком. Да, разувалась и поливала. Вот, убирала фрукты, все. За гектару мне прислали из Москвы холодильник очень большой, прямо в дом. Потом дали орден в знак почета Октябрьской революции. И медали, я же не знаю, в каких-то музеях есть, но я не знаю, и дома есть. У Варвары Григорьевны есть официальный документ, что она передала очень много предметов в наш музей обороны. И в нашем музее тоже вот хранятся документы, фотографии Варвары Григорьевны. Так что, кстати, вот в этой книге, в этом альбоме есть материалы и о нашем музее, музее Сингиперовских, истории предприятий и виноделия. Тут тоже вот достаточно много страничек уделено нашему музею, который вот рядышком под красной черепичной крышей, одноэтажное здание, недалеко от вашей школы. Так что вот этот альбом для нашей библиотеки очень дорог, потому что наши люди вошли, друженики, они только из центра города, знаменитые. Тут очень знаменитые имена есть в этом альбоме в Севастополе. Я, может, дети, все уже и забыла, уже сколько лет мне? 92-й год. Вам еще жить и жить и жить и жить до этих лет. А я еще и пришла вам рассказать. Варвара Григорьевна, спасибо вам огромное за то, что вы пришли рассказать. А вас и в газетах писали, сейчас и по телевидению будут вас показывать. А вот она у нас на выставке. Да, у нас на выставке тут все и газетка, в которой у вас написано. Вы сейчас как-то спрашивают, почему вас никогда не видели на скамейке? А сосед мимо пробегает, мужчина, сосед Варвары Григорьевны, говорит, Да потому что на виноградниках и в саду скамеек нет. Поэтому мы ее никогда не видели на скамейке. Я хочу от наших читателей в память о нашей встрече подарить вот вам, потому что мы спросили, какую вы песню любите. А ваша невестка говорит, оренбургский пуховый платок. У нас не оренбургский пуховый платок, но тем не менее вот такой пуховый, замечательный. Очень-очень тепленький. Сегодня у нас тепло, а скоро похолодает. И вот в память о нашей встрече, о нашем мероприятии он всегда будет вас греть. Детвора, бурный аплодисмент. А кто же будет нашим детям говорить, как правильно жить? А на велосипеде я, девочки, на велосипеде, таком, простом велосипеде, я в Севастополь вязку навяжу, сирене, меня красиво я была там, сирене задержу, вот, пока доеду, распродам. А молоко на одном руле, а сметана на другом руле, ну, на этом, ну, на рычаге, на этом. Сама я на сиденье, и сзади корзинка с творогом. Вас не видно было, да, зовут? Ой, нет. Вылезаю до этого, до базара, на Северной. На Северной едешь. Выходит это, ну, что, билеты продаете. И говорит, слава богу, машина лябилась. Вот, конечно, забрали мне и сметану, и творогу, и сирен, и все позапирали. Варвара Григорьевна, вы говорили, вот, молоко везу, а вы доили коров, да? Коров. А, я забыла, дочь, уже забыла. Это я забыла. А в совхозе здесь, в совхозе, в Сахперовском, доила пять коров, а раньше доили не машинкою, а так. И две буйволицы, одна была Сара буйволица, одна галка. И вот, как даю, одному, одному, оставляю одну диску, да, маленькому. Он сошет, а я быстрее даю. И спасала, голод был в 47-м году. Я девочек таких, как вы, ну, я ж такая была, как вы тогда. Спасала от голода молоком. Подаю, делуче молоко, а в старой гарке молоко сметана. Сметана, не молоко, а как собирают женщины сметану, такая. И всех девочек кормила. Ну, может, кто живой еще есть, не знаю. А так уже все, девочки, кормила. А хлеба-то додавали по 200 грамм в 47-м году. А я пройду, где конюшня называется, конюшня. Там лошади, коровы, вот. Стану возле дверей, где кладовщик хлебушек продает. И говорит, Вая, ты чего пришла? Макухи. Я говорю, да. Он меня в пазуху насыпит, макухи, и я пошла. Спасибо, и пошла. У Кормила тоже девочек таких, как вы. Чем лошадей кормила? Они не знают, что такое макуха. Все, что делать, да. Выжимки, выжимки, выжимки. А раньше лошадян завали. А еще вот Варвара Григорьевна, вот у нас есть такие брошечки. Вот сегодня собираешься на работу, да, или в школу, или куда-то вы на вечер идете, уже не знаешь, что на себя надеть, да. Не знаешь, какое украшение выбрать у Варвары Григорьевны. Я правильно поняла, Люд, за всю жизнь было две броши? Да. Девчонки, вот они. Вот две брошечки у Варвары Григорьевны были за всю жизнь. Откуда они у вас? Это откуда? Это мне муж дарил. А сережки купалась бомбоями. Бомбоями купалась. Потеряла одну, а так она не дарила. А вот эта, ну, уже не рассыпается. А муж когда дарил? Когда? Сколько вам лет было? Сколько? Да уже, вот, я не знаю, сколько было. Что поможет. Уже пришел с армии, подарил. Вот, с армии мне пришел и подарил вот такие брошечки. Вот одна рассыпалась, вот от нее бусинки. Бусинки бережно хранятся прямо рядом с этой брошечкой. Были тоже красивые. Были сережки. Одну в молодости потеряла, пошла купаться в бомбоями, да? А вторую чашка. Вот где вы взяли? Это мне дарили. Дарили. А у меня есть другая версия. Нет, мама, вспомни. Расскажи, Люка. Расскажи, Люка. Ну ты деньги нашла, доллары. Стоит мусорка. Возле мусорки лежит, как деньги вроде. А это был дорого. Это не деньги, это доллары были. Да, откуда я его знаю? Я дорого его не делала. Я взяла, взяла его, а старша говорит, девчонка, пойди зайди, там может сдают деньги, но мы же думали, что деньги сдают. И подарили, а где таких? Одну и вторую. Вот это одна, это и вторая была, но не знаю где она. А дома стоят, мне просто не так. Нам дали, да, эти деньги дали. В общем, Паша, насколько я поняла, пошли в валютный магазин, да, и купили вот эти чашки. Ну там они, да, что они поменяют, да. Нам проверили. А там не дали денег, а дали чашки, да? За вот эти какие-то, как до... Доровские. Доровые. За Доровые. Семене было 9 детей, представляете? А можно? Да. А как давно вы живете на Софье Перовской? Я не слышу так. Как давно в Софье Перовской живете? 46-го года. Понятно. Моя месяца. Ясно. Вы сюда к дяде приехали, да? У дяди все умерли, да? Дядя живу без веки. У дяди дети умерли? Или не? Погибли? Погибли? Да. Погибли. На войне, да, погибли? Бабушка рассказывала про этот лук, что он зимой и летом растет. Что у нее возраст примерно такой же, как и ей возраст. Бабушке 91 и лук, наверное, 91. Говорит, никогда его не выкапываю. Там есть, там дыни есть. Только, говорит, вырываю зеленые перья и все. А он, видите, сверху растет. Давно? Давно. И это все вы одна обрабатываете, да? Одна работаете? Все сами обрабатываете. Слушай, сынок, я сама копаю, сама сажаю, сама подвязываю, сама развязываю. Сама собираю. А когда собираю, насобираю дети приезжают. Молодцы дети. Дети молодцы. Вот только кончились помидоры и огурцы. Это все было. А это я все отбираю. Молодцы. Уже после пенсии наработала сколько? Года три или четыре, да больше, наверное. В заводе паруси работала. Тоже меня очень любили там. Вот. А что делали? Что делала? Я там на паруси убирала. Мама, в совхозе что делала. В совхозе? В совхозе? Ну что в совхозе? Позовала в совхозе не на винограде, а в саду. Делали второй и вышли все. Ну какая-нибудь история интересная была? Я не учу это, любят. История интересная на работе какая-нибудь? История какая-нибудь на работе интересная была? Что? История, история, что-нибудь. Случаи жизни. Интересные случаи. Интересные случаи. Случаи интересные. Расскажите. Приехал старший агроном, вы наверное знаете, и говорит, как вы можете так обрезать? Я говорю, очень. Ну как бы он не сказал, конечно, но подумал, что я бы так не обрезал. И когда вы успеваете вовремя, вовремя еще и делать. А вот так. Я рано утром встаю и дом до свидания. А бабушка была у меня старая тоже. Так, когда прихожу оттуда уже с работы, она говорит, где ты так долго была, я уже тебе заждалась. Работала. Вот. Обрезать это, такое дело, это как врач операции делает. Даже здесь побелено. Уже огород готовится к зиме. Видите, уже все собрано, все почищено. Сюда уже обрезать. Поливаю. А потом налинаюся и беру, что там сажаю. Обратно поливаю. А потом, когда посажу, дочь, когда посажу, закрываю. Сейчас не торопитесь. А пока ничего не надо? Еще, еще, вот просто посмотрите на нее. Просто посмотрите, какая яблоня у вас растет. Вот. 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 Вот.